7 ужасных последствий отсутствия секса у женщины. Вот сегодня поговорим с вами на такую интересную тему. И, конечно, рекомендую вам досмотреть ее до конца, потому что, возможно, не дай бог, конечно, в этих описаниях, в том, что я буду говорить вам, вы можете обнаружить и узнать себя. Не хотелось бы, но никуда не деться, поэтому давайте будем внимательными и попробуем разобраться, что может произойти страшного с женщиной, у которой отсутствует сексуальная жизнь. Это важный момент очень. Отсутствие влечения, либо отсутствие секса. То есть одно дело, когда у женщины нет влечения, то есть она не хочет, ей не интересует сексуальная жизнь, у нее все устраивает, у нее все замечательно. Она занимается самоудовлетворением, например, редко. Занимается спортом, у нее все здорово, хорошо. И совсем другой вопрос, когда женщина испытывает влечение, ей хочется, но она не имеет возможности удовлетворить себя. Либо она может это сделать самостоятельно, либо мужчина, который может ей в этом помочь. Его нет. И вот отсюда, в принципе, начинают произрастать остальные пункты. Потому что если женщина не испытывает влечения как такового, ее все устраивает, у нее может быть там вообще низкая сексуальная конституция, это в наименьшей степени принесет какие-то травмы и последствия. А вот если мы берем женщину, которая испытывает влечение, но нет возможности удовлетворить себя сексуально, там начинаются что? Там начинаются самые прекрасные сюрпризы, о которых я сейчас буду дальше рассказывать девушкам. А если женщина очень сильно хотела секса, а у нее не было секса, она перешла в этап апатии к сексу? И такое может быть, да. То есть возможно проявление такой дефицитарной отчасти сексуальности, когда женщина, понимая, что у нее нет возможности удовлетворить себя, сталкиваясь с очередными проколами, провалами, она действительно может уйти в такую защитную позицию, когда на корню вообще зарубает желание сексуальное. И такое может быть. Да, и важно понимать еще, опять же таки, страдает ли она сама от этого или нет. То есть если она страдает от этого, безусловно, с этим нужно что-то делать. Если не страдает, если для нее это не самообман, что мне хорошо, ну такое тоже бывает. Если сказать, что у тебя будут проблемы, отвалятся уши или засохнет нос, мы не можем так утверждать. Поэтому это первично, на что необходимо обратить внимание. Второй момент очень важный, это отсутствие секса может привести к депрессии. И эта депрессия может быть временной, такой психогенной, то есть когда из-за отсутствия партнера, например, на протяжении года у женщины, она немножко уходит в такое состояние. Но эта депрессия уже может иметь, в том числе и клиническую форму, когда у женщины, например, на протяжении многих лет не получается выстроить контакт с противоположным полом. И по причине этой у нее нет сексуальной жизни и у нее, естественно, депрессивное состояние. Почему? С самооценкой проблемы, масса установок, убеждений, ненужность, отсутствие значимости, отрицание своей женской природы, естественно, измененный гормональный фон, это все и приводит к такому страшному состоянию. Есть такие женщины, знаете, у которых вот они пишут мне, Марк, я с кем попал, я не хочу спать, а как бы нормального мужика нет, что мне делать? Вот если здесь есть такие девушки, поставьте лайк. И вот в таком случае на что необходимо обратить внимание? То есть понятно, что не нужно соглашаться на секс, а бы с кем, просто ради того, чтобы в вас кто-то вошел. Ну пусть лучше в вас уже войдет фалоимитатор, понимаете, в таком случае, чтобы там уже какие-то проблемы, там даже на физическом уровне у вас не возникало. Но я здесь рекомендую девушкам обращаться к специалистам за помощью. Это может быть хороший, грамотный сексолог, сексопатолог, который поможет в подобной ситуации, не в плане поможет вам сексом и переспит с вами, а даст вам понимание процесса и как из этого процесса выйти с минимальными потерями и для своей психики, и для своего физического тела. Это очень важный момент, потому что если очень многие женщины обращаются к психологам, и в принципе они там не должны заниматься этими патологиями, а там, например, причина депрессии совершенно не в отношениях с мамой, а в отсутствии сексуальной жизни у женщины. Можете себе представить? Вот она ходит к этим психологам, к коллегам моим, и работает над сепарацией с мамой. Вот надо от мамы сепарироваться, вот надо от мамы сепарироваться, мне плохо, я в депрессию. У меня здесь очень важный момент, психолог должен вовремя понять и осознать, что это вообще не мой профиль, то есть отправляю человека к специалисту нужному. У меня таких случаев было очень много, когда человек уже в состоянии клинической такой депрессии, вызванной отсутствием отношений с мужчиной, с таким застоем, явно выраженным в сексуальной близости, скатывается вот в такое апатично-депрессивное состояние, и нужно быть, ну, чуть не выразился, ну, ладно, выражусь, как он нам последним, чтобы этого человека держать у себя в кресле и пытаться ему помочь. Он разворачивается, уходит к психотерапевту, уходит к сексопатологу, и там вот этот вопрос решается. Это знаете, как у меня на мою программу бесплатную, удобную или уникальную, приходят же абсолютно разные девушки, ну, как приходят, они принимают участие из разных стран мира, то есть там это онлайн-программа, не нужно никуда ходить. Так вот, очень часто девушки, которые туда приходят, они узнают, что, например, являются обладателями деструктивной либо дефицитарной сексуальности. Сейчас я не буду подробно рассказывать о том, что это такое, но это два очень таких незрелых, два незрелых состояния, женщины либо мужчины, в котором они могут пребывать, из-за этого у них могут возникать серьезнейшие проблемы в сфере сексуальной жизни. И когда девушки на этом вебинаре бесплатном узнают себя, начинают волосы дымом вставать. Одна мне пишет, Марк, я в шоке, оказывается, я всю жизнь живу в дефицитарной сексуальности, а другая пишет, а я в деструктивной. Я удивляюсь, почему в 21 веке люди этого вообще не знают. И если вы не знаете о том, что это такое, если вы не знаете, какими могут быть сексуальные блоки, каким образом тело реагирует на отдачу и прием сексуальной энергии, под этим видео есть ссылочка, переходите по ней и из любой точки мира бесплатно принимайте участие в моем 5-дневном онлайн-курсе. Следующий момент очень важный. Это, конечно же, возможные проблемы с весом, с волосами, с кожей. Это тоже вполне объяснимо, потому что для многих женщин отсутствие сексуальной жизни – это стресс. Стресс – это, естественно, гормоны стресса, это и кортизол, это и пролактин, и другие гормоны стресса, и адреналинчик, и норадреналинчик. Они, как мы знаем, влияют не самым лучшим способом на здоровье женщин. Это касается и, естественно, и волос, и кожи, и не только. Могут возникать абсолютно разные проблемы. Поэтому на это, конечно же, тоже необходимо обращать внимание. Одна девушка мне как-то говорила, вот у меня нет секса 4 года, и волосы густые, и ногти хорошие. У меня вообще все замечательно. Я спрашиваю, что ты сильно расстроен из-за того, что у тебя нет секса? Она говорит, нет, вообще не расстроена. У меня есть несколько игрушек, которыми я умела пользоваться. Как мне говорит, в принципе, не нужен партнер, мне не нужен мужчина. То есть меня отсутствие сексуальной жизни вообще никак не напрягает. Ну, как бы в ее случае все понятно. А есть другая женщина, у которой уже, там, знаете, чуть ли не аллопеция началась, и лысеет она из-за того, что у нее на фоне стресса сильного, вызванного отсутствием близости, происходит вот такая вот ерунда. Есть, конечно, такие нюансы, когда мы говорим, например, про самоудовлетворение. Например, если мы берем мужчину, то у мужчин тоже такое может быть, когда он уходит в состояние мастурбации, становится хроническим таким уже самоудовлетворителем, и у него вообще пропадает желание спать с женщинами. Вот. У женщины может произойти то же самое. То есть если когда-то она, например, даже допускала мысль, что она может быть с мужчиной, то вот эта сформировавшаяся привычка на фоне хронической системы удовлетворения, она может привести вообще к полной апатии и к полному непринятию партнера. И пока вы молоды, пока вам, например, там 25, там 35 лет, 40 лет, это еще, возможно, вашей психикой будет восприниматься как нечто должное. Но чем старше вы будете становиться, а тем более, если, например, у вас нет там мужчины, нет детей, то это может привести к очень серьезным последствиям, связанным с глубокой-глубокой депрессией, когда вы окажетесь наедине с собой, в своем одиночестве, в своих проблемах. Поэтому мы же не просто так созданы для того, чтобы быть в паре. Я сейчас никому не навязываю свое мнение, но задумайтесь, пожалуйста, об этом. Еще очень важный момент, это, конечно, ситуации, когда женщина уходит в поиск таких альтернативных источников удовольствия. Это может быть и алкоголь, это могут быть и различные запрещенные вещества, это могут быть расстройства пищевого поведения, такое чревоугодие, когда женщина начинает есть все подряд. Объясню, почему. Как бы мы ни крутили, ни вертели, все-таки от того, что я, может быть, грубо скажу, от того, что женщина в играх с собой использует какой-то там предмет, фалоимитатор какой-то, от этого выработки окситоцина не происходит. Понятно, у нее может быть 14 кошек. Кстати, тоже очень важный момент. Чем больше животных у женщины, тем у нее меньше потребность в близости. Это не мной придуманный факт, это доказанные научные исследования. А почему? Потому что большое количество животных и общение с животными дает очень сильную выработку окситоцина. И кроме окситоцина, там еще и эндорфинчики, серотонин, и не только, и вазопресин, и фенилотиламин. То есть разные гормоны, разные формулы начинают работать. И у нее снижается потребность в этих гормонах. Так как источником этих гормонов может быть и мужчина, она может просто-напросто отказаться от близости с ним, потому что она, в принципе, так ими насыщается. Вот если она, смешно, конечно, звучит, если у нее много кошек, и она мастурбирует, еще как бы полбеды. Но кошки же тоже не вечны, кошки воды не принесут, с кошками не поговоришь. А если у нее и кошек нет, и даже попугая, она еще и мастурбирует, удовлетворяет себя. Это вообще уже катастрофа. А здесь же опять мы о чем говорим? А там уже наступает менопауза у женщины, там уже климакс такой, да, и совершенно иная работа организма. И уже вроде бы не до секса на физическом уровне, а такой секс на духовно-эмоциональном уровне он всегда между партнерами может происходить. Я бы не рекомендовал, конечно, превращаться в таких женщин, которые избегают сексуальной близости, ставят на этом крест. Следующий важный момент, это, конечно же, такое усиление симптомов ПМС, раздражительности, агрессивности. Знаете, шутки такие есть, да, что если женщина злая, значит, она не дает, мы там запикаем, да? Да, в общем, значит, есть такое, знаете, поверье среди людей, что если женщина злая, она всех бросается, значит, она недотраханная, как бы ее не удовлетворили. И это действительно может быть правдой, потому что, когда у женщины длительное время нет близости, она нуждается в ней, при этом ей уже даже не на психологическом, на таком психическом уровне не помогает даже ритуал самоудовлетворения, и такое часто бывает тоже, она входит в состояние сильного раздражения. Я вам объясню, почему. Смотрите, сексуальная близость, она подразумевает контакт через органы чувств. То есть, это же, я вижу перед собой партнера своего, свою женщину, например. Включен какой орган чувств? В зрительный аппарат. Если она со мной разговаривает, либо во время близости она еще издает какие-то приятные звуки, стоны, я ее слышу, задействуется еще один орган чувств, слуховой аппарат. Я целую свою женщину, и она целуется со мной, мы чувствуем вкус друг друга. Задействуется еще один орган чувств. Я чувствую аромат своей женщины, ее запах. Еще один орган чувств. Я соприкасаюсь с ней тактильно. То есть, я в удовлетворении процесса сексуального, своего и своей женщины, вхожу в контакт с ней через все органы чувств. А если мы говорим про женщину, которая без близости, находится в состоянии самоудовлетворения, какие органы чувств у нее задействованы. Визуальный аппарат. Она может там представлять себе что-то, либо в это время просматривать порнофильм. Звуки. Ну да, она может слушать, там стонет кто-то там за кадром, ну вот там на экране. Но дальше что? Это же не ее мужчина стонет. Понимаете, она же не своего мужчину видит. Она все это видит в абсолютно электронном, обездушенном формате. Нет возможности потрогать, нет возможности запах почувствовать, нет возможности вкус почувствовать. То есть по большому счету в какой-то момент времени для нее даже сама система самоудовлетворения становится раздражительной. Представляете, а вокруг ходят те самые люди. Какие? Мужчины симпатичные, хорошенькие, с которыми в принципе можно было бы заняться сексом. Удовлетворенные женщины, которые счастливые, приходят на работу, потому что у них была бурная ночь. И безусловно, это все может привести к раздражению. И такие женщины действительно ведут себя так, как будто бы у них начался ПМС. Они злые, на всех бросаются, на всех смотрят из-под лобья, где-то даже используют сарказм какой-то в общении с другими людьми. Поэтому выбирайте сами, как вам быть. Еще один очень важный момент. Это, конечно же, проблемы с женскими органами. И застойные какие-то явления, и проблемы с маткой, и с придатками, и не только. Я как бы не берусь и не буду брать на себя такую ответственность обсуждать данный вопрос, данную тему. Здесь тоже все как индивидуально, потому что есть женщины, которые, к примеру, активно занимаются спортом, и никаких там застойных явлений у них не обнаруживается. Опять же таки, а у них там она и спортом занимается, а у нее еще низкая сексуальная конституция, и она еще иногда себя удовлетворяет, и вообще от этого не страдает. А другая, у нее и конституция сексуальная высокая, и ей спать не с кем, и она удовлетворяет, себя удовлетворяет, а никакого спорта, и нездоровые привычки, и расстройство пищевого поведения, и алкоголь, и там сигаретка, и понеслось, и начались проблемы со здоровьем. В любом случае, я бы этот вопрос оставил уже на рассмотрение специалистов, но обратите на это также внимание. Ну вот я уверен на 100%, что здесь есть женщины, у которых на сегодняшний день нет секса. Как вы справляетесь с данной проблемой? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я думаю, это будет интересно и мне, и подписчикам, которые смотрят данное видео. Ну и, конечно, самый важный момент, это самооценка женщины, то есть представление значимости собственной личности. Женщина, у которой есть регулярная близость, женщина, которая удовлетворяет себя, женщина, которая способна быть в контакте с мужчиной сексуальным, она, как бы мы этого не хотели, всегда чувствует себя более значимой, нежели та женщина, у которой контакта нет. Чего говорить, если там на танцах одну девушку позвали танцевать, а вторая стоит у барной стойки и за весь вечер к ней никто так ни разу не подошел. Представляете состояние этой девушки? Конечно, ей обидно, ей неприятно, дискомфортно, что все танцуют, на все, значит, развлекаются, а она одна вот такая никому не нужна. Самооценочка начинает хромать. А тут представьте себе, подруга звонит другой подруге и говорит, ой, привет, как дела, что делаешь? Ой, да сейчас только там пошалили со своим. Так устала, прям, не знаю, четыре позиции сменили, восемь поток, сошло, даже соседи по трубе стучали. О-о-о, у нее все, у нее сразу она уйдет в себя, будет думать, что что-то не так, что она какая-то не такая, что ей не везет. Кстати, по поводу самооценки я тоже эту тему затрагиваю на своих бесплатных, на бесплатной программе. Объясню почему. Потому что они неразрывно связаны между собой. Сексуальность женщины, сексуальная жизнь женщины и самооценка. И что-то сепарировать, там, убрать, отделить и выбросить просто-напросто невозможно. Поэтому, если вы хотите привести в порядок свою сумму оценку, если вы хотите разобраться, что с вашей сексуальностью, ведь я вам сейчас приведу очень простой пример, смотрите. То есть, договорюсь сейчас и приведу очень классный пример. Вот, если вы хотите разобраться в своей сексуальности и понять, почему у вас нет мужчины, почему нет близости, зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу. Ссылка находится в описании под этим видео. Из любой точки мира абсолютно бесплатно можно принимать участие. Так вот, очень важный момент. Есть женщины, которые, например, даже не подозревают, что у них, кроме уничтоженной самооценки, присутствует еще, например, тазовый блок. Тазовый блок либо брюшной блок. Мы сейчас говорим про телесно-ориентированную психотерапию. Так вот, если эти блоки присутствуют, то женщина, в принципе, не может транслировать сексуальную энергию. А сексуальная энергия, она, это, знаете, как сигнал Wi-Fi. Он же передается, мы же его не видим, но понимаем, что он есть. Так же и здесь. На свидании сидит мужчина с женщиной, если у нее сексуальная энергия мертвая, законсервированная, спящая, она может быть самой красивой. Он никогда не захочет с ней быть, не будет ей предлагать ничего, не ухаживать за ней, не соблазнять. И совсем обратная ситуация, когда приходит женщина, казалось бы, такая не сильно яркая, не мега супер какими-то данными блещет. Но при этом, ой-ой-ой, там от нее такая энергия сексуальная идет, что мужчины просто крышу сносят, он начинает к ней активным образом и приставать, и влюбляться, и ухаживать, и так далее, и так далее, и так далее. Все взаимосвязано, и психика, и тело. И в любом случае, мы же понимаем прекрасно, что сексуальная близость это одна из наивысших форм удовольствия. Вот согласитесь, я не знаю, что еще может быть приятнее, как один человек как-то сказал, поспать, пожрать и потрахаться. Это все-таки очень приятные такие занятия. И когда я ухожу от этого осознанно, то есть не проявляя к этому интереса, это то, что я осознанно не хочу получать удовольствие. Возникает вопрос, почему? Хороший вопрос. Поэтому будьте бдительны, получайте информацию из надежных источников, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, и ждите следующих выпусков. Всем пока-пока. Пока-пока. Поэтому будьте бдительны, получайте информацию из надежных источников, ни в коем случае не забивайте на отсутствие секса в своей жизни. Увидимся в ближайшее время. Пока-пока.